Всем привет, как всегда, с вами Артур и канал Реальная Миграция. У меня часто спрашивают, вот, сними такую маленькую заметочку, как передвигаются инвалиды, либо как старики, нужна ли им какая-то помощь в США, в смысле по передвижению, могут ли они передвигаться сами, и на чем они передвигаются. Вот я небольшую такую заметочку вам снял, и сейчас вам я ее показываю. Вот так в Америке дедушки-папушки передвигаются на таких мотоциклах. Видите, на батарее они спокойно себе могут ездить, и у них все хорошо, им не нужно сидеть дома или быть на инвалидной коляске, в которой нету, как бы, электродвигателя. А здесь, пожалуйста, видите, они себе катаются полноценно. Есть и такие, как инвалидные коляски с управлением, также есть вот такой, как мотоцикл, видите, мотобайк. Они ездят, и все у них хорошо, они быстро передвигаются, везде есть съезды, вы видите, для инвалидов. А если надо, подъемники, то есть в метро можно спуститься на лифте. То есть люди сами себя абсолютно, они как полноценные люди, они не чувствуют себя беспомощными. Вот Америка, все сделано для людей, так что вот так старики здесь полноценно живут с счастливой жизнью. Welcome to USA! Также мы видим, есть такая работа, называется хамутент. Вот когда есть пожилой человек, к нему предоставляется другой человек, хамово уже, конечно, который помогает старику передвигаться, помогает, убирает у него в доме, помогает ему помыться, я не знаю, приготовить кушать, сходить за покупками. То есть человек, который постоянно помогает, ходит 5 дней в неделю к нему домой и помогает ему счастливо жить. Вот такая профессия хамутент, за которую государство платит деньги и довольно-таки немало. Так что старики здесь сами никогда не остаются. Поэтому мы видим, что в Америке стареть абсолютно не страшно. С вами всегда будет человек, специалист, который вам поможет, который, если нужно, вызовет медицинскую помощь. Ну и также государство предоставляет всякие средства передвижения, такие как коляски на управление, мотоциклы, хотя они стоят очень дорого, но государство предоставляет им это, и они живут полноценной жизнью. Так что старики в Америке чувствуют себя очень хорошо. Вот так. Пока-пока. Пока-пока.